Таким образом, наши персонажи будут двигаться, встречать что-то новое, и это не будет сильно запирать вашу фантазию, поскольку они двигаются, они могут встретить все что угодно. Но мы можем также вставлять сюда или вообще применить и другое приключение. Это приключение, которое будет не дорожным приключением, а приключением, скажем, в одной местности или в большом городе. Это обычно подходит больше для детективных сюжетов. У меня была такая игра как раз по плоскому миру, где мои персонажи играли за ночных стражников. Их задача была в расследовании того или иного. Убийство, дело и так далее. Тогда обычно... Он большой, да. Он большой, там делится как пицца на разные районы. И там есть все. Там есть все, что угодно. Его минус такого приключения, которое не дорожное приключение, а приключение на месте, в том, что они ходят туда-сюда, и это может надоесть. Когда они видят что-то новое, вы можете как дорожное приключение, небольшой его кусочек сделать частью замкнутого. То есть они здесь расследуют, расследуют, а потом нужно куда-то выехать на поле, на полевые какие-то исследования. Например, там послали их, сказали, бананы закончились, не зря в университете жрать нечего этому орангутангу. Езжайте к его, ребята, за бананами, и посмотрите, что там в чем дело. Так они... Так и это локальная, длительная, такой длительный сюжет на одном месте, который либо детективный. Часто это бывает либо детективный, либо ужастик сюжет. Ужастик, он, в принципе, всегда происходит на одном каком-то месте. Может, сложно сделать что-то ужасным, если ты все время что-то видишь новое, новое, новое. Ужас — это когда тебе некуда деться, а к тебе что-то приближается. Вот это вот ужас. Камерная такая, камерная история. Именно. Так вот, вы можете сделать вот это приключение частью, вот мы сюда сейчас перенесем, частью дорожного приключения. То есть они шли-шли-шли, а потом пошли сюда, и там занялись расследованием. Детективный модуль. Да, и таким образом у нас это по времени займет уже больше, но будет частью общего дорожного приключения. Я сейчас не говорю о том, какие именно это будут приключения, поскольку мы сегодня говорим в целом о схематике, так скажем, создания собственного сюжета. Вот сейчас мы, как видите, уже этот сюжет у нас схематически выглядит так. Они здесь выполнили небольшое поручение, пошли дальше, выполнили небольшое поручение, пошли дальше, выполнили небольшое поручение, пришли в город. Там у них что-то случилось такое глобальное. Они там ходили, бродили, ходили, потом пошли дальше и так далее. Как нам связывать эти части? Старайтесь. Здесь у вас есть два основных проторенных пути. Первое, если это у вас все очень подготовлено, мне вплоть до такого, что рассказывали, знаете, там идет дорога, развилка сюда, развилка сюда. И у мастера там задумано, что вот здесь вот пещера, в которую они должны попасть. Вот задумано у него и все. Он говорит, вы видите, камень там написано, можно идти налево, можно идти направо. Куда идете? Они говорят, направо. Он говорит, нет, идите налево. Он говорит, ну мы направо хотим идти. Да нет, он говорит, идите налево. Направо вы не хотите. Они говорят, ну ладно, пойдем налево тогда. Но им уже не так интересно становится. Да. В таких случаях, я вам сразу говорю, что не парьтесь. Чем плохо заготовленная карта заранее, что вот там не сделать так. Они говорят, мы пойдем либо налево, либо направо. Выбирайте, куда пойдете. Они говорят, мы пойдем направо. А ты такой. Оп. И там вы встречаете пещеру. В этом самом направе. Хитрый ход. Хотя изначально у вас было вот здесь вот на этом самом леве. Поэтому часто вот те, кто смотрят наши игры, они думают, почему вы пошли туда, а не туда. Надо было идти вот в ту сторону. Но не факт, что они бы встретили что-то другое в той стороне. У человека вообще и жизнь-то так устроена, что у тебя как бы выбор вроде как и есть, но на самом деле из-за своей непредсказуемости этого выбора нет. Ты можешь это воспринимать только постфактум уже. А постфактум вся твоя жизнь выглядит как вот такая вот одна линия большая. Куда бы ты ни сворачивал, все равно превращается в линию. Но это сейчас немножко философии. Ты меня в этом, Леминг, поддержишь в моем философствовании? Еще бы. Есть что добавить по этому поводу. Ну а что тут добавишь? Это все понятно. Это называется мастерский беспредел. Нет, это называется не мастерский беспредел, это называется это называется как бы обычное вождение игроков. Не, ну это по крайней мере лучше, чем тот вариант, который ты, да, сказал, когда нет выходить и налево. Да, будьте гибче, как мастер. Если у вас что-то заготовлено, что должно случиться. Например, они должны у вас попасть в подземелье. Для этого нужно идти вот туда, и там будет старый разрушенный город, и они через него должны попасть. И очень хотят, чтобы они туда шли. Они не хотят вообще идти в разрушенный город. Они хотят в горы идти. Пускай идут в горы. Они в горах встретят пещеру, зайдут в нее, а там они найдут то самое подземелье, которое вы так хотели ввести в игру. Может быть, вам по пути придется что-то передумать, но тут уже и вы, как мастер, должны научиться некоторой гибкости ума. Мораль. Не рисуйте карту заранее. Нет, рисуйте, но не рисуйте слишком подробно. Маршрут. Маршрут заранее. Маршрут заранее однозначно нужно рисовать, не рисуйте слишком подробно. Это, что касается того, как направить ваших игроков туда, куда нужно. Потом старайтесь всегда, я сейчас пока объясняю, как нам сделать так, чтобы игроки двигались по сюжету. старайтесь какие-то чекпоинты давать игрокам. То есть, не нужно ждать, что наши игроки стоят вот здесь вот в начале своего пути. А как они там оказались, мы к этому еще сегодня придем. Я расскажу немножко, как игроков вместе соединять, как их вести и так далее по сюжету. Игроки, оказавшись вот здесь вот, а вы им рассказали о мире здесь, что вокруг находится, не ожидайте, что они пойдут по вашему пути. Если вы им не дадите никакого намека, то они у вас, скорее всего, никуда и не пойдут. То есть, представьте, вы им говорите, вот вы там в выжженной пустыне вокруг поля, вы здесь все без памяти, оказались вас четверо, ваши действия. И думаю, и вот они стоят и думают, что нам делать в пустыне, вчетвером, без памяти. Не знаем. Мастер говорит, ну что вы такие тупые-то? Идите направо. Идите вон туда, например, видите, если вы бы сейчас спросили, что вы видите, я вам рассказал, а вы тупые. Игроки такие думают, да, что-то тупые, что-то. И не интересно мне вообще в это играть, пойду лучше пивка попью. Что-то тупизм тут позвал, да? Лучше сериальчик погляжу. Ну вот, старайтесь, чтобы игроки, оказавшись в пустыне, вдруг увидели вдалеке поднимающийся дымок. Например. Они такие, о, дымок. Они больше ни на что обратить там внимание невозможно. В их фантазии, пока это пустыня и дымок, они скажут, пойдем к дымку. И ты такой говоришь, да, идите к дымку, хорошо. Я-то вас не толкал туда идти, вы просто дымок увидели. Вообще могли в другую сторону пойти. Если потом скажут, что ты нас к этому дымку вообще повел? Там какая-то херня, все убиты, еще и там и нас убили. Ты скажешь, ну сами выбрали, могли бы в другую сторону идти. Да, вот так вот. И они туда уже пойдут. Потом... Важно снять с себя подозрения. Точно. Нет, важно всегда игроку давать ощущение, что он двигает историю. Ощущение свободы. Ощущение свободы. Именно ощущение, поскольку свободы как таковой нет нигде и ни в чем. Но это ощущение должно быть. Поэтому пусть у вас всегда будет в кармане что-то заготовленное дополнительное. То есть, если вы придумали, что ваши герои пойдут сюда, например, на какой-то заброшенный завод, они туда уже пошли, а потом струхнули и вернулись, придумайте им что-то дальше. Не надо их загонять туда однозначно. Типа они пошли назад, а тут обвал, все обвалилось. Ну вот так тоже можно действовать. Вполне. Просто если игроки на самом деле то не хотят идти, то им будет, скорее всего, неинтересно приключаться. Если это у них однозначно такое решение, имейте парочку дополнительных вариантов, хотя бы в общих чертах, пусть они у вас будут прописаны. Это что касается того, как заставить игроков двигаться. В дальнейшем, когда они уже поймут, где им, куда они пришли там, дальше их будут двигать уже какие-то персонажи. Они там у костерка встретят человека. Вот здесь, например, это будет первый у нас, первый чекпоинт. Как я уже говорил, движение по чекпоинтам. У костерка встретил человек, который им расскажет свою историю о том, что вот он там, его изгнали из его деревни, он теперь так несчастлив, скорее всего, помрет. Вот. А там у него остался большой дом, а в доме погреб, и там есть кое-что зарыто, о чем только он знает, его в деревню не пускают. Вот. И наши игроки уже смекнут сразу. Так, ну-ка, ну-ка, погреб там, давай-ка мы, дедуля, туда с тобой сходим или без тебя. И вот они уже двигаются ко второму чекпоинту. Все уже, попались. Попались на крючок, да. На втором чекпоинте они там все отрыли, вот тут они узнают какие-то новые известия, которые двигают их дальше. Там они присоединяются к какой-то фракции, и постепенно через маленькие шажки они выходят на большой уровень, то есть они включаются в общее движение вот этих вот сил. Они понимают, что они могут влиять уже глобально на эту ситуацию. Поначалу им это и не нужно, пусть они вникнут. Поначалу им хватает каких-то локальных проблем, там убить гоблинов или убить там тараканов или что угодно еще. Очищать конюшни. Да, но всегда их этим нагружать не стоит, им будет скучно. Человеку хочется развития, человеку хочется стать из разносчика писем сначала секретарем, потом секретаря младшим менеджером, потом менеджером, потом стать старшим менеджером и вот так вот дорасти постепенно до человека, который является большим воротилой. Но в то же время, когда вы заставляете их двигаться таким образом по сюжету, не давайте им слишком много вознаграждений, это разленит их. Поскольку, если они у вас начнут вот здесь вот, и вы им скажете, у вас рядом стоит грузовик с оружием, куча бензина и пять тысяч, не знаю, пять-пять миллионов долларов в чемоданчике, ну если это не Fallout, какой-нибудь там текущий момент, не знаю, где-нибудь там в Африке они играют за каких-то наемников, и у них интерес довольно-таки пропадет, довольно-таки быстро. Чем интересны такие игры, как в Бесочнице, как Майнкрафт, как это, как там называется, где там бегаешь в лесу-то, а что-то там Лемминг играл, Старвинг, как там, Старф, Старбаун, Дон Старф, Дон Старф, и так далее. Эти игры интересны тем, что ты всегда начинаешь голожопом, и постепенно трудом должен себе что-то добывать. Вот это вот интересно. Если бы ты там сразу в Майнкрафте начал уже в большом городе за тебя построенным, у тебя все есть, ну, это было бы не очень интересно. Мне вот именно нравятся такие игры за то, что ты начинаешь там с голой задницы и все время испытываешь какие-то трудности. Был не кем, а стал всем. Да. Заставьте же и игроков в вашем мире все время напрягаться. Пусть им все время будет трудно. Как только они получат тот самый грузовик с оружием даже, но не сразу, а потом заслуженно получат, в следующей сессии пусть после этого на них выйдет танковая дивизия, например. Они всегда должны понимать, что есть силы большие и им нужно всегда хитрить. Иначе, если им будет просто играть, им станет неинтересно играть. Это как играть с читами. Только включаешь читы и игра сразу теряет свой интерес. Поэтому не советую вам играть с читами. Это как в Диаблу вторую. 83-й левел и дальше 15 минут играешь и все, уже дальше невозможно. Типа того, да, я не играл во второй, только в первый игрок. Вот. И это их также заставит двигаться. Например, если они начали в той же пустыне, чтобы они начали двигаться, достаточно сделать так. Вы оказываетесь в пустыне, ну, например, не знаю после чего, вы очень голодны и хотите пить. И вот тут-то игроки начнут думать, так, хотим пить, хотим пить, где-то воды бы взять. Давайте осмотрим тут, что здесь есть. Вы там говорите, вот там, оттуда там где-то вы видите, Марьево, Мираж, там что-то вроде пруда, и вы все туда пошли. И это тоже их будет двигать. Они будут думать, как им выжить. Они будут об этом, это обсуждать. А дальше все по пирамиде Маслова, да, удовлетворяют меньшие потребности, большие, там, более высокие и более, и более высокие потребности. Или более низкие. Не помню, как там в пирамиде Маслова. В общем, там самые, в общем, от базовых потребностей уже к наивысшим. И даже, когда они станут очень крутыми, там, директором корпорации, пусть они видят, что есть люди еще более крутые, чем они, которые могут ими вертеть, но им будет приятно, что они кем-то могут повертеть. Это будет таким образом двигать их к катарсису в этом приключении. Здесь, чем хорошо еще дорожное приключение, что всегда ясно, к чему они идут. В таком приключении не очень ясно. Если они играют, например, за городскую стражу, то здесь, скорее всего, конечным, конечным их, конечной их целью будет расследовать, например, убийство. Они его расследовали, это будет для них какая-то ступень, конец этого сезона или этой серии. Потом в следующий они будут расследовать следующий убийство. Это как сериалы про полицейских. Полицейские драмы. Да, полицейские драмы. Это может быть все что угодно, но обычно это именно квест-расследование. Я сейчас сразу так навскидку, ты можешь что-то придумать, что можно делать в одном месте долго? Ходить туда-сюда? Ну, только действительно какие-то расследования и реально ужастие. Потому что это должна быть какая-то камерная история. Если мы возьмем те же самые компьютерные игры, то это хорошо иллюстрируется каким-нибудь там вторым Fallout'ом, да и первым. Просто я говорю второй, потому что Лемминг. Planescape Tormin. Planescape Tormin, да. Там вот как раз ты ходишь по одному и тому же месту и это иногда начинает выносить мозг. Пойди туда, потом туда, потом снова туда. Да, еще и прочитай 10 томов книг. Это сейчас мы с вами рассмотрели как двигаться. Теперь немножко о мелких таких tips and tricks. Возьмем новый листочек. Это первое и самое главное. Нам нужно объяснить людям, почему они вместе и как они должны двигаться дальше. почему они должны двигаться дальше вместе. Ты должен сейчас сказать, вот это надо записать. А вот это запиши. Это я буду спрашивать. Нет. Не надо ничего записывать, поскольку все равно это все к вам придет только с опытом. Вы сейчас это все посмотрите. Возможно, что-то для себя вынесете полезное, но скорее всего без должного опыта вы это быстро и забудете. Это нужно все быстро перекладывать на игру. Во-первых, вы должны объяснить игрокам. Вы можете, это вы можете объяснять, можете не объяснять. Сейчас сразу говорю, что то, чем мы сейчас занимаемся, это опционально, это факультатив. Вы можете объяснить игрокам, постараться объяснить логически, почему они вместе, почему они должны двигаться дальше вместе. Можете не объяснять. Можете игрокам объяснить, почему у них сейчас нулевой уровень, то есть они вообще ничего не умеют и вообще об этом мире ничего не знают. А можете не объяснять. Вы можете сделать такую преамбулу, что вы отряд наемников, который вот там-то и там-то путешествует, и он отбился от тех-то и тех-то. Например, да, им уже понятно, почему они должны путешествовать вместе. Непонятно только будет, почему они такие не умеют. Хотя они могут быть уже каких-то продвинутых уровней. Вот это для меня всегда был интересный вызов объяснить людям, почему они ничего не умеют в начале. То есть, обычно это у меня происходит так, что этот человек раньше этим делом занимался несерьезно. У него есть умение стрелять, но он раньше был гражданским. Он немножко ходил в тир, немножко пострелял. Но как таковым этим умением это умение не развивал. Либо это может быть молодой персонаж. Он только недавно оперился, прошел какую-то там инициацию необходимую и теперь вышел в свет. Ну, как, например, это в Fallout'е и первом, и втором, по-моему. И да и в третьем. Вот в Нью-Вегасе только там объясняют, что ты такой Нью-Вегас по-другому, поскольку ты потерял память. Это тоже классическое. Вы начинаете и ничего не помните. Это вообще просто начало многих-многих игр того же Planescape Torment'а. Травма какая-нибудь еще. Да, это поможет вашим игрокам лучше вжиться в роль и поможет им понять свое место в том мире, которое вы им уготовили. То есть это объяснение, почему они сейчас находятся здесь и находятся именно в таком состоянии. Вы можете этого не объяснять. Классическое начало игр в D&D или в любых фэнтези. Да, я думаю, не только фэнтези. Это начинается с того, что все герои сидят там в таверне. И там приходит кто-то и говорит, мне нужны там бравые ребята, чтобы они справились с работенком, который я им подкину. И вот они говорят, кто готов пойти? А то за столом сидит, он же понимает, что если он скажет, что не готов пойти, ему скажут, ну иди отсюда, мы без тебя поиграем. И он говорит, я готов пойти, я, я, я. И вот он говорит, вы знакомитесь там и выпиваете пивка. И дальше можно сделать, наконец, драку в таверне. Это тоже классика. Классика настольных игр, драка в таверне в первый день. В первое время знакомства. Там уже можно размяться. Первая же боевочка. Перед тем, как пойти истреблять крыс в подвале. Вот это будет отличной завязкой. И это объяснит, почему они вместе. Игрокам важно понимать. Если они чего-то не понимают, то им это становится менее интересно. Так, дальше. Опять же сплачивает первая драка, наверное. Ну, естественно. И сплачивает тоже. Дальше немножечко в сюжете. По сюжету еще хотелось бы, что здесь добавить. Сейчас мы выяснили, почему они у нас вместе. А теперь у них есть какая-то цель. Куда они движутся, да, вот к тому самому катарсису. У них есть приключения на этом пути. Чего здесь не хватает? Не хватает ярких персонажей. В каждой игре это очень важно, чтобы были яркие, запоминающиеся личности. Кто-то, о ком игрок потом мог вспомнить так. С какой-то милой улыбкой. Или как будто вы сильно о знакомом человеке. Типа вот капитана там какого-нибудь. У нас в Fallout. Харизматичные персонажи. Харизматичные, да. Причем как харизматичные в плюс, так и харизматичные в минус. То есть это персонажи, которые должны быть... Или зомби Чоп, помнишь, там тоже был такой. Они должны быть... Злодеев только вот что-то пока. Капитан не был злодеем. А, злодеев, да, злодеев. Ну, Чоп был, можно сказать, немножко злодеем. Ну и так, чтобы сильно. Так вот, яркие персонажи. Как их создать? Тут я вам, конечно же, помочь советам слабо могу. Для этого можно взять какого-то персонажа из знакомой вам книги или фильма и просто постараться перенести его туда. Например, в моей водилке по Fallout тот же Чоп, это был такой себя без ножа режу. Да, да, сам себя без ножа режу. Да, это вот такое классическое. Он меня периодически встречается в разных водилках. Мне кто-то этот тип понравился такой. Делец. Делец, да. Такой беспринципный делец. Причем с юмором и харизмой достаточный. Вот такие встречаются периодически. Они довольно-таки запоминаются. Вот. Но не только. Не только. Что не только? В общем, старайтесь населить свой мир запоминающимися персонажами. И при этом, насколько вы можете их отыграть, это уже зависит от вашего актерского таланта. Конечно же, не каждый может изобразить там десятком голосов каждого отдельного персонажа. И каждого из них сделать каким-то незабываемым. Но подумайте над какими-нибудь одним или двумя, чтобы они у вас были. Потом, как они говорят, вы можете это также разыгрывать, либо читать действительно текст, если вы хотите подготовиться. Но это вряд ли получится, поскольку если вы хотите тонко реагировать на то, что делают персонажи, вы не сможете прописать четко реплик. Вы должны тренироваться. У вас должен быть более-менее хорошо подвешен язык. Импровизация. Импровизировать, да. Но с этого все... С этим все сначала сталкивались, испытывали сложности, а потом разбалтывается. Да, вот элемент как летсплейщик. Да, конечно. Должен понять, что это все нарабатывается. Определенно. Часами говорения. Так же, как и вы, мастер, начинающий, начнете с того, что у вас будут персонажи достаточно куцые, может быть, плоские, но вы постепенно разовьетесь. Так вот, вы можете либо говорить прямо текст от него, либо вы можете сказать, что он говорит вам о том-то и том-то. Он сообщает вам, что там-то и там-то, есть то-то и то-то, и предлагает вам. Да, вот таким вот. От третьего лица, да, это получится. Или от второго. Пусть будет от третьего. Я все время путался. Я тоже. От третьего. Я же говорю, что он как бы здесь находится. Он ведь. Да, он. Значит, от третьего лица. Так что, вам, в принципе, напрягаться сильно не нужно, но если вы хотите, чтобы ваша водилка была действительно, может быть, веселая, может быть, интересная, может быть, вовлекающая, или наоборот, устрашающая, если это хоррор, старайтесь говорить прямой речью. И заставлять игроков тоже говорить прямой речью. Это всегда веселее. То есть, пусть он говорит, как будто бы он актер, или как будто бы он тот персонаж и есть. Все-таки ролевые игры, они тоже ролевые, да, чтобы в какую-то роль входить. Вот. Это позволит нам... Вживаться. Позволит нам добавить немножко перца в эту водилку. Ну вот, смотри, даже если, допустим, проводить, опять же, аналогию с нашим Fallout'ом, то, ну, в принципе, можно так вот условно сказать, что примерно так получается, что у нас на один вот этот условный модуль получается как минимум один такой вот относительно запоминающийся персонаж. Так, опять-таки, даже проще, наверное. Ну, я не могу сказать, что я это делаю специально. Нет, ну, я не про тебя конкретно говорю, что, в принципе, это нормальный, наверное, такой шаг, особенно для начинающих, да, мастеров, чтобы на мод, ну, то есть, если есть какие-то проблемы с созданием персонажей, то можно ограничить... Да, пусть это будет один из главных персонажей. Либо тот, кто выдает квест, либо тот, с кем вы должны бороться, вот, либо ваш спутник какой-то NPC. Пусть это будет кто-то вот один такой. Не надо слишком много ярких, даже если у вас есть талант на то, чтобы каждого персонажа сделать ярким, тогда получишь слишком пестро. Как у Мартал. Ну, у него, да, особенно там, учитывая, что в книге у него тем читаются сложно, что у него параллельно рассказывается там восемь историй из разных персонажей, они вот так вот перемешаны, и ты вот так закончу за этого, опять там за того, опять за того. Это не всегда бывает удобно. Хорошо. А сейчас сделаем небольшой перерывчик и продолжим нашу передачку. Мы возвращаемся к нашим рассуждениям. Со мной сегодня, напомню, Лемминг. Известный видеоблогер и мой давний друг, можно сказать, уже давний. И профессиональный дилетант? Профессиональный дилетант в моих передачах, поскольку он не является настольщиком. Раньше вообще не являлся настольщиком, а теперь он уже начинает потихонечку входить в мир на стол, как игрок. Мы продолжаем нашу программу инструментарий. В этой части мы рассказываем, точнее, я рассказываю о Лемминге за этот вопрос, наводящий о том, как сделать интересное приключение с интересным сюжетом, и как его поддерживать. Мы уже сегодня немножечко порисовали. Не будем возвращаться. Это вы можете все посмотреть в предыдущей части. У нас еще здесь несколько вопросов осталось непокрытым. Один из них, Лемминг, какой? Как понять, когда завершить все это безобразие? Вот это вот очень сложный вопрос, действительно. Поскольку, опять-таки, если 95% настолок не переживает второй-третьей сессии, естественно, там не успевает даже толком развиться сюжет, но глобальный. Локальные сюжеты, локальные модули, некоторые так вообще дальше локальных модулей не выходят. Они модули отыграли, разошлись. Другие персонажи, новые модули отыграли, разошлись. Это тоже достойно внимания. Но если вы хотите играть глобальный сюжет, естественно, вы должны через многие модули прийти к общему сюжету и завершению этого сюжета. То есть тому самому катарсису. Как завершить? Очень легко. Первое и самое распространенное завершение — это смерть персонажей. Если они вам надоели, или вы им надоели, или всем надоело... Или они сами себе надоели. Сделайте красивую смерть. То есть нужно, чтобы это не просто было так, что вы идете, на вас упал рояль, вы все умерли, или газ внезапно пошел. Или наковальня. Да, сделайте, обыграйте это сюжетно, опять-таки. Чтобы это была смерть такая, чтобы мне потом вспоминали. Да, вот помнишь, там вот так вот, да, вообще, блин. У меня вот так предыдущая водилка по Фоллауту закончилась тем, что там, ну, в общем, закончилась очень традично и достаточно зрелищно. Всех поубивали. С грибочком? Ну, почти, с небольшим. Почти с грибочком. Вот, старайтесь, чтобы это было зрелищно. Если вы решили закончить смертью. Чтобы ваши игроки остались удовлетворены. Поскольку, если игроки удовлетворены, то и вы получите больше удовольствия, и у вас будет больше шанс, что они еще с вами будут играть. Вот, но не факт. Рассказывать друзьям. Рассказывать друзьям, да. Не факт, что получится сразу, но старайтесь. Вот это первое завершение. Второе завершение сюжета. Это после катарсиса, который произойдет вот здесь. В конце самого модуля этого вы немножечко, скажем так, перемещаете акцент с маленькой, точнее, не акцента, как бы, ну, камеру, да, с маленького масштаба на большой и рассказываете, что из-за того, что вы там это сделали, произошло то-то и то-то. Как знаете, Fallout? Да, Fallout-style как раз. Да, ты рассказываешь. В стиле Black Essel. В стиле Black Essel. Да, ты рассказываешь, что из-за ваших... После того, как вы сделали то-то и то-то, произошло то-то и то-то, дальше можно рассказать про тех персонажей, которых они встречали, про те места, где они были. Рассказать, как все это повлияло на общую картину. И сказать, что вы после этого ваших персонажей, например, долго не видели, не осели, вот, чтобы оставить себе некоторый простор для продолжения потом с ними этой игры. Потому что вот этот вот катарсис, это не всегда концовка назначенной игры. Может, вы еще через полгода соберетесь и продолжите. Скажем, там, прошло полгода или прошел год. И они вот в том мире, который вы им описали, после этого сюжетного завершения они снова собираются, там, обросшие пузиками, бородами, не знаю, чем угодно. А может быть, в роли новых персонажей. Крючок такой, крючок в будущее оставить себе. Да, крючок можно оставить, но концовка, это, как я уже сказал, после какого-то выполнения глобального квеста вы однозначно должны показать, значит, это должен быть какой-то поворотный момент, смотрите, вот здесь вот, что может быть, сейчас где-то у меня были мои фракции. Если речь идет о участии в каких-то конфликтных сторонах, вы должны показать, что после того, как наши герои, скажем, помогли вот этой вот стороне, красной, да? Она стала в два раза больше. Она смогла завоевать вот тех. Присоединила к себе южный кусочек другой стороны. Да, например, смогла завоевать вот тех, эти надолго ушли в подполье, но там угроза полностью не исчезла и так далее. Либо вы можете сделать не хэппи-энд, а очень даже себе такую концовку в стиле каких-то, даже фильмов, не Тарантино, есть те, которые любят хэппи-энд, а есть те, которые любят не очень хэппи-энд. И сказать, что в результате ваших действий эта страна победила, но то-то, 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 то-то. Это в зависимости от того, какие нравятся вам концовки, какие нравятся концовки вашим партийцам. И это будет... Или это вот как, знаешь, как в третьем фейбле, да, было, допустим, если ты его проходил до конца. Да, да, проходил. Вроде как все вот делал по понятиям, да, условно говоря. А в конечном счете все равно твои действия привыкли к тому, что где-то убыло. Ну, естественно. Не должно быть такого, что в результате победы вашей или вашей фракции будет только хорошее. Естественно, должен быть какой-то минус, чтобы добавить реализма. Не бывает так, чтобы наступил рай на земле. И благорастворение воздухов. Точно. Вот это вот будет вполне интересная концовка. Еще о чем-то мы хотели поговорить. А, да. Как? По концовкам понятно или у тебя есть какие-то вопросы наводящие? Ну, я думаю, понятно, в принципе. Очень хорошо. Ну, то есть, нет, ну, естественно, наверняка существует как бы больше вариантов, чем всех убить, либо рассказать, чем все кончилось. Но это такие, наверное, основные архетипы, да? Ну, я бы сказал, что возьми любую книжку или любой фильм, и в принципе концовка именно такая. Либо глобальный лут, либо все умерли. И их золотали. Например, тот же самый наш, самое знаменитое дорожное приключение «Властелин колец». Они сбросили кольцо, и дальше, помнишь, там как раз тоже камера отъезжает, их на орлах приносит, и вот там рассказывается, эльфы ушли туда, те пошли сюда. У этих все нормально, у тех фиговенько, конечно, сложилось. Ну, и так далее. И так, в принципе, в любой книжке. Либо это описывается прямо так вот напрямую, либо дается понять, что уже к концу там все будет вот так-то. Ну, чтобы человек почувствовал таким образом какое-то удовлетворение. Причастность. Причастность. Причастность к глобальным событиям и удовлетворение от того, что все наконец-то закончилось. Вот теперь поговорим о том, о таком важном моменте, как двигать историю. Мы уже с вами рассмотрели, как двигать персонажей по сюжету, как двигать саму историю. Потому что часто бывает так, что у вас история предусмотрена, только если персонажи будут там куда-то идти или что-то расследовать, или как-то участвовать. Если они начинают спорить, если начинают, у них все переходит просто вроде в какое-то рассуждение, непонятно о чем. Это может быть, может скатиться вообще там в двухчасовой спор о том, куда им идти. Споножовщиной. Да, налево или направо. То есть они вроде как будут решать, мастер будет их ждать, ждать, там как человек тактичный, он может прождать вообще до конца сессии, а они так никого, так и не выберут толком. Нужно двигать события, нужно создавать такие события, которые помешают им надолго оставаться на месте. Например, они вышли у вас на улицу, да, и начинают долго спорить о том, куда пойти, зачем они тут вообще находятся. Создайте дальше событие какое-то, которое, например, заставит их двигаться. Например, с одной стороны стали слышаться выстрелы, они пошли прятаться, а тут и с другой стороны улицы стали слышаться выстрелы, они понимают, что они оказываются в центре перестрелки, что улица превращается в поле боя, и таким образом их можно и с противоборствующими фракциями уже будет познакомить на начальном этапе. Ты говоришь, они будут говорить, что они выглядывают, смотрят, как те выглядят, как эти, ты говоришь, что эти выглядят все в красном, а те все в зеленом. Ну, сейчас зеленый не модный цвет, все в синим, например, да. Так что, либо так, либо пусть что-то произойдет интересное, чтобы они на это отвлеклись. Например, они спорят... Случайная встреча. Да, encounter. Они спорят, тут собака там завыла недалеко совсем, и они видят, как тень промелькнула где-нибудь там под домом или на другой стороне улицы. И они уже этим заинтересуются, и начнут расследовать. Если они не заинтересуются, тогда сделать это как-то более... Интересным. То, что интересным, более настойчиво. Пусть стена там обрушится у них какая-нибудь, начнет падать прямо в их сторону. Намекните тонко. Да, их нужно двигать. Если вы хотите, чтобы сюжет был интересный, чтобы игрокам было интересно, пусть они двигаются. Пусть будет какая-то динамика, причем именно сюжетная динамика. Это работает как на маленьком масштабе, то есть на масштабе вот этого вот модуля, если просто стоят на улице и спорят, так и на большом масштабе. Если они не хотят идти в точку B, вот последнюю из точки A, а начинают где-то вот здесь вот плутать. Двигайте их, делайте им преграды, там, не знаю, блокпост там на дороге пусть стоит. Пусть на них, какой-нибудь, за их голову выставляется вознаграждение пусть. Ну, в общем, это уже зависит от того, как у вас, во-первых, развитая фантазия и как вы видите место вашей партии в этом мире. Я вот от себя рекомендую просто посмотреть настолки. Я вот не могу сказать, как говорится, за все настолки, но в нашем фоллауте точно это происходит и случается, когда мы начинаем, например, что-нибудь долго обсуждать, то постоянно что-то такое происходит, что заставляет нас быстро принимать какое-нибудь решение. До этого еще это было в реальной виртуальности. Да-да-да. Потому что там у вас было шестер, вы постоянно спорили и на вас все время постоянно падали какие-то стены, вылетали какие-то враги. Службы безопасности приезжали. И так далее. Да, если вы хотите посмотреть все вот эти вот наработки, что я вам здесь излагаю, во-первых, это мои наработки, это не что-то, что я прочитал где-то, это именно то, что я вам говорю на основе своего опыта и каждый из этих шагов вы хорошо увидите, если посмотрите мои настолки. И теперь Лемминг тоже может... Это реальные кейсы. Да, Лемминг может теперь тоже немножко со стороны смотреть на некоторые наши приключения, да? Я поэтому сейчас... Это одна из тех причин, у меня корыстный интерес, почему я здесь сейчас участвую. Узнать, когда развиваться. Я хочу лучше понять разум мастера для того, чтобы действовать эффективнее. разум мастера еще... Это, наверное, последний будет на сегодня совет. Разум хорошего мастера должен быть, скажем так, отчасти зеркалом на игроков. То есть, зеркалом игроков. Вы должны слушать внимательно, о чем они говорят. Они вам подскажут столько всех интересных поворотов. Вы только не должны делать вид, что вы тем или иным заинтересовались, но потом подсунуть им, как будто это была ваша идея. Например, они говорят, но ведь это же может быть так. И вы думаете, да, действительно, может быть, точно. И потом они пошли туда, там действительно так. Они говорят, видите, я же говорил, что вот так вот может быть. Я знал, я знал. Я знал, да, и будет выглядеть так, как будто я до этого приготовил, игрок догадался и догадался правильно. И он сразу чувствует, что он молодец. Да, хотя на деле он настолько молодец, что он это даже придумал. Так что игроки, как вообще люди, они прекрасно себе сами придумывают сложности. Это точно. Я пытаюсь их останавливать, потому что мне это понятно. Постоянно говорю, зачем вы подсказываете? Ну нет, не работает. Он же сейчас точно так и будет делать. Да. Зачем вы придумываете какие-то новые способности нашим врагам? Точно. Шибко разумные люди, они сами себя наказывают. А ведь в Фоллауте, помните, там у тех жуков была возможность каким-то ультрасоником еще бить. Да, да, да. Они сейчас начнут, я точно говорю. И это действительно срабатывает. Так что, если вы хотите, если у вас что-то недопридумано, например, ваши игроки повернули вообще не туда, куда вам нужно, слушайте, чего они там боятся, чего они ждут. Это как, знаешь, как в мультфильме таком старом, я, к сожалению, не вспомню сейчас название, но там один из эпизодов был о принцессе, которую там скрывали от внешнего мира и про Луну. Когда, значит, она хотела получить Луну в подарок, и, собственно, только Шут догадался, что нужно просто у нее спросить, а какая же она, это Луна? Ученые говорили о том, что Луна громадная, а он спросил, и он сказал, нет, она же маленькая, я ее пальцем как бы большим закрываю, ее не видно, и все то, что ей нужно было, это маленький колончик. То есть она сама все рассказала, что нужно. Именно так, да. Поэтому все игры, даже если система не подразумевает участие игроков, все равно слушайте, что они говорят. Они вам подскажут что-нибудь, что-нибудь такое полезное и интересное. А я надеюсь, что вам сегодняшняя наша передача окажется полезной в свою очередь, а также в чем-то, в каких-то моментах интересной, даже если вы уже бывалый мастер. Левин, у тебя еще вопросы остались какие-нибудь, которые мы не покрыли? Нет, я вот со своей стороны очень интересно было послушать советы мастеров, заводчиков, мастеров. Ну да, будем надеяться, что еще на эту тему поговорим, поскольку я специально какого-то, какую-то канву рассказа не готовил, рассказывал как бы об Ово, да, вот от своей мысли от начала и до какого-то момента. Естественно, все не рассказал, что-то забыл, что-то возможно еще сам не знаю, поэтому через некоторое время, надеюсь, мы соберемся еще раз об этом поговорим. А со мной сегодня был сибирский Лемминг. Профессиональный дилетант. Профессиональный дилетант, да, и я сам был сегодня с собой и с вами. Это братья Свужи, живите долго и процветайте. Пока. Пока.